Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, и вот после долгих приготовлений у меня наконец-то сегодня началась процедура подвязки томатов. До этого пока тросики протягивали, пока что. Сегодня я вот прям буду подвязывать и крутить, закручивать томаты по веревочкам. Так как я перехожу на тросовую систему подвязки впервые, у меня встал вопрос, чем вот эти веревочки прицеплять на тросики вверху. Ладно, там с краев они немножко пониже, а в коньке, где высота 2,80, там же большая высота. И лазить туда каждую веревочку привязывать, это же неудобно. Ну, во-первых, я поняла, что нужно чем-то зацеплять, так, чтобы можно было потом снимать. Я попросила мужа по магазинам посмотреть, он мне привез вот образец вот таких карабинчиков небольших, которые можно защелкнуть и туда-сюда двигать. Но они по цене выходят дорого, 20 рублей что ли карабин. Ну, короче, около 2000 нужно только на карабинчике. Я посчитала, что это нерентабельно, не очень выгодно. И вообще, даже тут главное не в цене, а его когда защелкнешь, он уже так просто не снимется. Его нужно обязательно залазить и расщелкивать. Когда я придумала, посидела, подумала и придумала вот такую, как сделать просто из проволоки, вот такой крючок, чтобы вот этот был закрыт, сейчас покажу вам, вот этот конец был закрыт наглухо, сюда веревочку привязывать, вот эту нить-то белую, привязывать прям намертво, на 2-3 узла. А вот этот, чтобы был немного с открытым, чуть-чуть вот здесь проходом, чтобы можно было его вот так вот раз одеть. А когда нужно, можно было бы, чтобы снять потом. Ну, короче, тут муж из загашников достал такую твердую проволоку, которая спросила, такая подойдет? Я говорю, да, подойдет. Вот она как раз и гнется, но с трудом, и потом уже не разгибается. Гнуть ее нужно, конечно, плоскогубцами, делала это не я. Я просто, сын в очередной раз зашел, я говорю, нагни мне вот таких, как под вид скрипичный ключ. Я долго думала, да, что форма похожа, или уродливый доллар, или скрипичный ключ. Ну, вот, короче, у меня теперь вот для каждой веревочки, мне нагнули вот такой скрипичный ключик. Сейчас осталось сюда намертво привязать веревочку, повешать их. Повешать их можно в одном месте. Мы вот первую партию повесили, поставили табуретку, все вместе их развесили, и потом я ходила по одной штучке, растягивала, растягивала по всему тросику. Мне кажется, вот это удобно, и главное, что бесплатно. Все равно она, видите, лежит, ржавеет, может быть, она уже вся соржавела бы года через два, через три. А тут такие красивые скрипичные ключики с пользой для растений. По количеству томатов, вот сколько у меня здесь, я распределила вот эти крючки и веревочки. То есть у меня, раз они высажены, ну как они, парами, ну тут уже не видно, они заросли. Две в одной лунке, значит, я размещаю два крючка и два веревочки, две веревочки над каждой луночкой. Подвязать томатики, конечно, мне уже нужно было бы давно, даже неделю назад. Вот видите, вчера я показывала вам, еще они были стоячие, сегодня уже несколько даже завалилось, заваливаются, прикладываются они. Сейчас я буду подвязывать, все вам показывать. Подвязку пришлось временно прекратить, я один ряд почти подвязала и вовремя спохватилась, что мне муж же сказал, что перед тем, как подвязывать томаты, он купил специально вот такие штучки, нужно вот этот трос туда закрепить от провисания. И вот они, эти штучки тут лежат. Я совсем забыла, но вечно поперед батя лезу в пекло и уже начала подвязывать. И только я когда увидела, что трос немножко как, ну, приспустился, я вспомнила, что нужно было закрепить. Короче, на сегодня у меня подвязка закончилась, я сейчас расскажу, как я делала ее. Лучше я пойду сейчас обрабатывать, буду опрыскивать сывороткой, а подвязывать тогда продолжу завтра. Так, вот смотрите, вот они, все эти мои скрипичные ключики висят. Я делаю так, я вот, например, вот она пара, вот, два томатика. Я вот на таком расстоянии раздвигаю эти подвязки и к каждому стволику пропускаю. Так, сейчас, как бы вам показать-то. А, да, вот здесь вот, в самом низу, я просто под первый, где вот тут лист или пасынок, первый пенек, который попадается, я подвязала. И потом, ну, просто как обычно, прокрутила. Все это, никаких проблем нет, просто я дальше не знаю, что делать с теми томатами, которые раздваиваются. Вот он раздвоился. Когда у меня колушку, я его просто притягивала к колу и все. А здесь у меня получилась одна веревочка, но два стволика. Я вот не знаю, один ствол будет идти по этой веревочке, а второй, интересно, туда же закручивать? Или здесь нужно еще одну нитку протягивать? Но об этом я подумаю потом. Вообще они получились вот на таком расстоянии у меня нитки. Это значит, одна будет здесь помидорка, другая здесь, одна здесь, другая здесь. И они будут как бы таким, как полосой. Жалко работы, столько привязала, придется все отвязывать, потому что я потянула, хотела туда-то подцепить. А туго уже помидорки вцепились в эти ниточки. Ну вот все, подвязка моя закончилась. Начался дождик. Пойду разводить сыворотку. Продолжение следует...